Всем привет, с вами Gimmelot, и сегодня мы продолжим играть в игрушку в Hi-Five 2 Эпизод 2, и мы зачищем, да, мы зачищем, мы зачищаем пусковую шахту номер 2. Ой. Угу. Угу. Как-то я не так это все хотел сделать. Угу. Ну... Та-та-та-та-та-та-та. Сбили? Сбили. Ммм. Бую! Бую! сейчас мне не помешал бы аптечками лежит в огромных количествах здесь лично ничего не лежит вкусно верно я здесь лично даже заряд нашелся еще раз и да тут все таки энергии фонарик разные вещи мне это очень нравится так лично взрывы стреляют смотрю они стали пользоваться вот этим и как он это предлагает сделать и 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 Ну, опрокинься Да что ж она такая Из чего она сделана? Из чего сделана? Так, отлично Мы решили пользоваться автоматом Смотрим, что у нас в ящике Аптечка эта пригодится Так, здесь еще одна аптечка Ммм, здесь ничего нет Почему у них нет автоматической Закрывание всех отсеков У них такая Такая Ааааай По-моему я зря ракет тратил С этим я еще как-то разобрался, что делать дальше. Почему у нас у всех автоматы? Трубовик. Точно. Вот здесь. Заряд. Сюда. Печка. Годица. Так, тут полно баллонов, которые можно взорвать. Конечно. Дайте мне подствольник местный. Здесь я уже был. Какие-то страшные звуки. Отлично. Половиненный человек или нет? Нормально. Интересно, а вообще можно подняться выше? Скорее всего... Скорее всего нет. Или можно как-то извратиться, но... Скорее всего мне надо... Нырять и идти вон в ту сторону. Опа. В руке, а кто-то стреляет? Время повторяется. Прорыв во втором отсеке шахты. Тебе доверено изолировать отсек. Не, ну мне, конечно, доверили изолировать отсек. Опа. Опа. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ура 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 и так что у нас тут еще садового гнома не видели почему я привязался к садовому гному я не знаю что это так необычно найти садового да вообще а куда дальше то это часть позади то есть мы прошли сверху двери бункера были заблокировать истину это печально поистину это печальная правда то что двери были заблокированы все хорошо не пострадал все в порядке папа благодаря гордона базы безопасности мы сейчас подойдем нет не включайте йо там вирус там еще следует за нами спасибо за помощь а там нас ожидает что что джудит улетела на север сразу же как они прибыли сюда но он не сказал зачем она наверное знает что то чего не знаем мы вот она и улетела на север очередная загрузочка на данном этапе сложно оценить размер разрушения сказать осталось ли там что-нибудь что могло бы навести альянс на наш след я смогу высказать первые предположения уже через несколько часов если объект там где мы думаем понадобится не более прерываю трансляцию кажется нас засекли нельзя было ее отпускать не смог бы ее удержать погоди тут есть что-то еще сейчас это же барей уже правый невероятно что он действительно существенно да да несмотря на свой мифический статус это реальный корабль наши коллеги из лаборатории исследования природы порталов открыли довольно много обещающий проект но они так спешили обойти черную мезу и получить грант что пренебрегли стандартными мерами безопасности мы слышали что корабль просто и сейчас испарился сообщаем команды не все думали барей сгинул навеки лучше бонзгину да но теперь мы сможем использовать его против комбайна использовать его надо уничтожить за мифический корабль такой какой-то козырь для человечества таким мощным оружием не журнами за так ничего тебя не научила такую мощь невозможно контролировать и лай риск конечно есть но у нас в руках координаты чертежи радиочастоты со стороны доктора мосман было очень умно зашифровать их в этом сообщении значит она все еще жива но если и схватит комбайн они вытянут из нее все что я известно полностью разрушил мозг но вовсе не обязательно что я не стану полагаться на случай я лечу за ним папа и лай если может быть что-то хуже чем пленение джудит это твое пленение пускай она что-то знает о баре но в твоей голове все планы сопротивления папа доктор клеймер прав твоя голова нужнее а вот в голове гордона ничего нет почему данные еще не расшифрованы данные магнусен я тружусь в поте лица если ты ждешь на движение от комбайта скоро они лично прибудут чтобы тебе его передать можно скорее что стоит так ему плохо о только не новая черная меза ей я нашел его семью что ты сказала чё ты их штырит обоих 1 гордона фримена хорошо спасибо через минуту мне станет легче если нетрудно чашку чая в зале для персонала есть чайник вскипяти если он я не гордон присмотришь за ним мне кажется он умирает никуда не тяните спасибо малышка а он мне что-нибудь расскажет непредвиденные последствия последний раз я слышал эти слова в черной меди ты вошел в испытательную лабораторию и вдруг он прошептал их мне на ухо ты знаешь о дяденьке чемоданчик когда он принес кристалл я понял что я понял что испытание надо остановить но не остановил в тот день мир рухнул в тартары а теперь теперь он использует мою девочку говорит что он спас из каких-то чертовых личных соображений горда не столько надо тебе рассказать но наконец-то у нас есть возможность чайок наши планы меняются оба мы не сумеем произвести запуск пока эти страйдеры простите что прерываю ваши чай пить если желаете я подожду пока вы закончили опять пока что-то больше я всех убил да спасибо любой из них способен уничтожить так враги нет смысла запускать ее пока есть угроза 1 2 и умеешь преодолевать трудности и персонал тебя уважает не надо вот эту бомбу зале и рощи и мое новое гениальное оружие в твои руки мы называем его попросту устройств не то чтобы я тешил этим свою тщеславие но просто это название удивительно прочно и поживее прогреть портал и так это что-то вроде бомбы липучки только немного сложнее все что тебе надо сделать прикрепить ее к корпусу страйдера а затем взорвать вообще успел изобрести механизм способный подбросить ее на такую высоту но твой манипулятор энергетического поля нулевого уровня справа идем за мной успеешь потренироваться пока еще него звук-то прерывается не успевает договорить в общем на схеме все просто без паники времен этот страйд уже никому не причинит лида где ухты в боевых условиях мы будем передавать тебе устройство магнусона через подобные мини порталы отлично эти устройства отключены ради безопасности базы в отличие от боевых они не могут взорваться смелее теперь целься в корпус страйда то есть мне еще надо патронами учти что боевая цель при этом будет двигаться из а теперь несколько усложним задачу урия передвинь мишень на дальний конец рельсов а почему страйдер не взрывается макетами не так уж и просто да 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 слишком высоко надо привыкать чуть-чуть ниже а еще бы она эти последний раз попробуем вот так как то так все я думаю хватит все все я готов уверенность твоя машина заправлена и готовы ехать в каждой постройке долины есть такой мини портал и так что бомб у тебя будет предостаточно мне пора вернуться к ракете чудесно ты не разобьешь мои иллюзии и моих магнус сынчиков еще времен если ты справишься как надо я прощу тебе то фиаско в черной мязи думаю ты понял о чем я о некой истории с кастрюлькой до микроволновки кастрюль кастрюлька для микроволновки о патроны доктор фримен посмотрите он хочет чтобы моя машина взлетел на воздух позволил себе немного усовершенствовать вот здесь здесь я соорудил полочку для устройств магнуса на а еще подкрутил радар так чтобы он показывал комбайнов красными точками и если вы заблудитесь он будет посылать сигнал на ваш костюм чтобы вам было легко отыскать машину можете меня не благодарить ну вообще лините на карту прям так мы сейчас здесь на южном краю дали хорошо и ребята тут у старой лесопилки к северу отсюда и мне надо и она дать от вас в план ведения боя я не стану здесь чтобы наблюдать за сражением и докладывать об изменениях обстановки удачи интересно мне надо все домики объехать или ну что ж на этом я закончу эту серию следующее будет нас начинаться из гаража так что будет все приятно и замечательно а на этом я закончу скажу вам большое спасибо за просмотр подписывайтесь на канал оставляйте свои комментарии и увидимся в следующей серии